Министерство социальной защиты населения Московской области ежегодно проводит конкурс среди социальных работников. В этом году было отобрано 16 кандидатов на финал федерального уровня. Ленинский район выдвинул сотрудника Центра Вера Надежду Хохлову. Выбор в ее пользу был сделан по итогам многолетней работы и положительным отзывам ее подопечных. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Ее день начинается ранним утром. Надо обзвонить всех своих бабушек, так ласково она называет своих подопечных. Затем купить заказанные ими продукты, посетить аптеку и вот, наконец, первый адрес. Как вы себя чувствуете? Как настроение? Ой, настроение бодрое, чувствую себя по давлению. По погоде, да? По погоде. С Лидией Андреиной Надежда познакомилась 13 лет назад, когда только поступила на работу в социальную защиту. До этого момента она была воспитателем в детском саду, но по сложившимся семейным обстоятельствам пересмотрела свою профессию. Теперь ее подопечными стали большие дети. Это я в холодильник, да, кладу, чтобы не испортилось. На улице тепло. Так. Вот и все. Пойдемте. На эту работу идут только те люди, которые действительно понимают, что пожилые люди, и что к ним нужен определенный подход и особое внимание и забота к ним. И не каждый может работать в этой профессии. Помощь по дому – это неотъемлемая работа Надежды. Но самое главное, чего ждут от нее бабушки – это искреннее общение и понимание. Мы в такой степени близки уже с бабушками, что и говорить нечего, как родные люди. Поэтому обо всем мы можем говорить на любые темы. То есть у нас нету преград тем, которые мы не можем обсудить. Лидия Андреевна, вот у нас еще журнал выпускает, наш соцзащита. А наша социальная работа – это наш новый министр. О, какая красивая и молодая. Надо найти вообще общий язык с ними, общую тему для общения. Я нашла с ними подход, ко всем. Все мне бабушки рады. На этот конкурс Надежда смотрит философски. Для человека, который изо дня в день отдает душу своим подопечным, пожалуй, самая большая награда – это улыбка пожилого человека. Лучше, чем она, наверное, не было и не будет. У меня она третья, и я вам скажу, те были тоже хорошие соцработники, но Надя – это свой человек. Она придет в любой момент мне на помощь. Я отдала ей ключи. У меня бывают кризы, бывает плохо, надо вызывать скорую. И я звоню, и она никогда не отказала мне ни разу, где бы она ни была. У Надежды еще долгий день впереди, ведь надо посетить всех своих бабушек и каждой оказать внимание. А Лидия Андреевна будет ее с нетерпением ждать завтра. Юлия Богосян, Александр Ильи, Наталья Буслаева. Видное ТВ.